Торги в среду отличались низкой волатильностью для валютной пары EURUSD, которая торговалась в крайне узком ценовом диапазоне 1.3910-1.3940. Единая европейская валюта довольно неожиданно продолжает сохранять сильную поддержку среди участников рынка, несмотря на ожидание активных действий по снижению курса евро со стороны Европейского Центробанка и Марио Драги. Даже слабая макроэкономическая статистика, показавшая вчера серьезное снижение объема производственных заказов Германии и промышленного производства Франции, не смогла повлиять на котировки пары EURUSD. Выступление главы ФРС Джанет Йеллен в свою очередь не смогло оказать поддержку американской валюте, несмотря на то, что госпожа Йеллен довольно определенно высказалась о благоприятных экономических перспективах Америки, заявив, что регулятор завершит программу выкупа облигаций осенью текущего года, если экономика США продолжит развиваться такими же темпами. В связи со сложившейся ситуацией сегодняшняя пресс-конференция ЕЦБ приобретает практически судьбоносное значение. Европейскому регулятору некуда отступать, нужно собираться с мужеством и принимать активные меры по снижению единой европейской валюты, так как дальнейшее повышение курса к уровню 1.40 может спровоцировать появление дефляции и провести к серьезной рецессии в экономике еврозоны. В нашем прогнозе на четверг предполагаем продолжение движения пары EURUSD в узком ценовом диапазоне 1.3910-1.3940 до пресс-конференции Марио Драги, после чего возможно снижение курса евро по отношению к доллару к уровням 1.3880-1.3855-1.38. В случае продолжения восходящего тренда ближайшим сопротивлением пары станет уровень 1.3950, пробитие которого откроет дорогу евро-доллару к новым многолетним максимумам.